Акции за права женщин прошли в разных городах Украины. Везде лишествия прошли мирно и под какими лозунгами объединялись участницы, расскажут наши корреспонденты. Центральная площадь Ужгорода, театральная. Возле кукольного театра митинг против насилия над женщинами. Участниц около десятка. Внезапно их окатили красной краской, а в их сторону полетели листовки с надписями «Феминизму нет». Нападавших тут же задержала полиция. Среди них четыре девушки и двое парней. В одной из задержанных местные журналисты узнали пресс-секретаря националистической организации «Карпатська Сич». А одной из организаторов акции пришлось даже вызвать скорую. Краска обожгла их глаза. Мы были готовы к тому, что придут люди и они, возможно, сделают контрмитинг. Но до конкретных таких действий, которые шкодят и не только моему майну, а и государственному майну, мы не были готовы. Феминизму каждому хату. Скажем мне патриархату. Возле Львовской ратуши сегодня сразу два митинга. Один – за идеалы феминизма. На втором пропагандируют создание семей, где главный – мужчина. Харьковские феминистки тоже вышли на улицы под лозунгом «Все разные, все равные». Женщины в среднем получают на 22% меньше заработной платы, чем мужчины, работая в тех же условиях, работая на тех же засадах. В прошлом году мужчины пытались лоббировать закон, ограничивающий право женщины на аборт. То есть по факту мужчины решали, что может делать женщина со своим телом. На акции замечен и мужчина. Владимир пришел поддержать свою супругу, женского психотерапевта. Вот этот плакатик наши детки нарисовали. Я вообще за права людей, чтобы независимо от того, какого человек пола, он имел одинаковые права. Я сталкиваюсь с проблемами насилия над женщиной, с проблемой вынужденной проституции со стороны женщины. Когда я стала психологом, для меня было шоком, сколько у нас жертв насилия. Акция против насилия над женщинами прошла и в Днепре. Ольга рассказывает свою историю. На меня напал мужчина с ножом. Я так понимаю, что он напал с целью изнасилования. Мне удалось убежать. Наше общество должно развиваться в направлении того, чтобы толерантность к насилию, к любому, была нулевой. Участницы акции призвали не терпеть тирании со стороны мужчин. По данным Минюста, в прошлом году в результате домашнего насилия умерли 600 женщин. Ольга Теребинская, Марина Коваль, Галина Якушко, Светлана Шакера, Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер.